Приветствую всех заглянувших на мой небольшой неоновый огонёк. Использование планшетных компьютеров в современных реалиях не вызывает ни у кого удивления. Технология всегда стремилась к минимализму и концепции всё в одном. Каждый телефон теперь компьютер, а каждый дорогой планшет вполне способен потягаться мощностью с компьютером стационарным. Но несмотря на то, что началом использования планшетной технологии в мобильных устройствах принято считать успешный старт продаж первого iPad, планшетно-сенсорные устройства находились в быту гораздо раньше. Своими разработками Apple их лишь популяризировала, но главное заставила избавиться инженеров от кучи не самых успешных решений, из-за которых эта самая портативно-планшетная технология не воспринималась юзерами серьёзно. Существующие планшетные девайсы до эпловской эпохи представляли из себя тяжёлые дорогостоящие плиты под завязку напичканной ноутбучной начинкой, которые жужжали как осиный улей. И вот сейчас, благодаря зрителю под ником MissRock, мы в полной мере можем изучить эту дорогущую тяжёлую плитку под завязку напичканную ноутбучной начинкой, жужжащую как осиный улей, прямиком из 2005 года. Итак, HP Compact TC 1100. Самый, что ни на есть, ретро-футуристичный девайс из той эпохи, когда крупные корпорации ещё не боялись экспериментировать, даже если результаты их экспериментов не пользовались особой популярностью. Имеющееся устройство представляет из себя довольно увесистый планшетный компьютер, использующий технологию Centrina Mobile и имеющий в своей начинке полноценный ноутбучный процессор серии Pentium M. А если быть точным, одноядерный Pentium M723. Сверхнизковольтный гигагерцовый CPU. На 479-ом сокете с ядром DATAN. Разумеется, это впаянный процессор, хотя, учитывая толщину девайса, ничего не мешало инженерам запилить здесь полноценный сокет. Но зато планшет имеет два наполняемых модуля под DDR1 ноутбучную память. И на данный момент её объём представляет из себя 1 ГБ. Но, вероятно, самым удивительным и шокирующим фактом в устройстве этого прибора является его дискретная видеокарта. Инженерам удалось запихать в эту крохотную платку самостоятельную графическую карту GeForce Go 420 на 32 МБ видеопамяти. Звучит крайне удивительно, но это ещё не всё. Узнаете, где этот девайс информацию хранит вообще со стульев, слетите. В качестве твердотельного накопителя здесь используется самая простая ноутбучная IDE-шка. А доступное разнообразие коннектов, куда позволяет подключиться этот планшет в виде порта PC-MCI, двух полноценных USB-шек, RG12, RG45 и даже VGA-шки, заставляет встать вопрос о том, почему этот прибор нельзя расценивать как полноценный персональный компьютер ноутбучного типа. И ответ на этот вопрос находится мгновенно. Таковым он, по сути, и является. Чуть ранее я не зря сделал акцент на том, что все прелести принадлежат имеющемуся девайсу. Весьма солидная часть целостного устройства здесь в данный момент отсутствует. И представляло это всё из себя некую док-станцию с клавиатурой, устройствами манипуляции и разворотным механизмом, превращающим этот девайс в самый что ни на есть гибридный ноутбук, который можно было использовать и в качестве планшета, и в качестве обычного лэптопа. А учитывая общее возможное количество используемых с ним девайсов и высокую доступность их подключения, совершенно ничего не мешало создать на базе этого гибрида полноценную рабочую станцию для дома и офиса. И судя по добытым гуглением фотографиям, все они имели место существовать. Но, увы, как и большинство ретро-сборно-разборных девайсов, данный аппарат до нашего будущего добрался далеко не полностью. И помимо потраченной док-станции, лишился он также стилуса и заглушки для портов. Так что в дальнейшей его утилизации по назначению придется несколько импровизировать. Разумеется, не имея стилуса о планшетной составляющей пока можно забыть, и все эксперименты с заменой ферромагнетика подручными средствами успехом не увенчались. Так что использовать в данный момент этот девайс предстоит как миниатюрный моноблок. И раз уж без своей док-станции устойчивость его не столь высока, первой импровизацией в его юзанье станет применение подставки из-под лучшей альтернативой послужила бы обычная школьная подставка. Там ведь даже угол можно было под себя настроить. Но за неимением такой использую, что есть. Следующей импровизацией станет управление этим девайсом через беспроводную клавиатуру и мышь, повешенные на единственный Bluetooth-приемник. Сверхполезные девайсы и сверхуспешное решение, благодаря которому получается убить сразу двух зайцев, и оба элемента манипуляции задействовать. И при этом один порт USB оставить свободным для подключения каких-нибудь флешек, например. И помимо этого их беспроводная система еще больше насыщает этот ретро-футуристичный девайс свойственной ему эстетикой. Поскольку родная батарея угашена, питанием выступит вот этот AC-адаптер. Имеет он самый что ни на есть подходящий коннект заряда, а также напряжение он выдает вполне подходящее. С его подключением решается последняя критическая проблема. И после вот этой вот небольшой настройки, наконец, можно его включить и взглянуть, что он выдаст. Итак, старая добрая XP-ха успешно накатана и работает. А система, в свою очередь, сообщает нам о следующей комплектации. Гигабайт оперативной памяти, набранной двумя плашками, и четвертая GeForce, она заправленная драйвером, в компании всего остального железа готовы развлекать нас. Но, конечно, сам центральный процессор с этой идеей не то, чтобы сильно солидарен. Одноядерный гигагерцовый сверх низковольтный процек 14-летней давности не то, чтобы хорошо ладит с нынешним интернетом. Но в первую очередь это, конечно же, касается рядовых браузеров. На адаптированных под слабое железо и тем более к спиху можно рискнуть посидеть даже в ютюбе. Однако, знаете, вся эта картина сходу вызвала у меня флешбеки по четвертым пентиумам на 478-м сокете. Используя какие-то GeForce на 32-мега видеопамяти и гигабайт DDR1 на той платформе, результаты наблюдались примерно идентичные. Так что гордое звание карманного 478-го эта кроха себе точно заслужила. И раз уж имеющееся дискретное видео представляет из себя далеко не худший образец видеокарт от GP-шной эпохи, давайте попробуем этот планшет в посильных ему трехмерных развлечениях, которые что процессор устроит, что оперативу с видео не перегрузят. Да и к тому же местная дискретная видеокарта своей полноценной панелью управления NVIDIA намекает, что к своим возможностям относится достаточно серьезно. Что ж, пожалуй, это стоит сделать и нам. Очевидно, в то далекое смутное время планшетные устройства и особенно гибриды игровыми могли считаться постольку поскольку. И каноничным эталоном ПК гейминга считался все-таки настольный системник. Но это совершенно не значит, что данный HP Compact 1100 не сможет прогнать на себе какие-нибудь классические игрушки начала и середины нулевых. Но конец 90-х это вообще само собой разумеющийся. Первая Half-Life, например, которую я вообще на все ретро девайсы ставлю, здесь выдает просто чумовые результаты на OpenGL и 1024 на 768 разрешении, то есть максимальным для нашего импровизированного моноблока. При этом, как видите, летает она достаточно уверенно. Хотя и имеющиеся косяки вы уже по-любому успели заметить. А именно Skybox, потерявший цвет. И какие-то свои части. Лично я с таким графическим перформансом еще ни разу не сталкивался. Так что и причину этих необычных глюков сходу назвать затруднительно. Тем не менее, все дайректоры, диски и драйвера были накатаны, а халва проверена на двух версиях. Так что это точно не побитые при транспортировке графические файлы. Так или иначе, проблема это можно не считать, ибо подобный спонтанный рискин вносит некое разнообразие в уже до боли приевшееся окружение халвы. Однако я прекрасно представляю, что на подобном девайсе хотели бы видеть настоящие олды. Quake 3 Arena. Один из лучших сетевых шутеров нулевых буквально в вашем кармане. Только представьте себе на секунду компьютерные клубы того времени, использующие подобные девайсы в качестве игровых настольных машин. Истинный ретро-футуризм, дамы и господа, совершенно не потерявший актуальности за 14 лет. Учитывая, что даже в год выхода этого планшета, основной мультиплеерный трафик вертелся в CS 1.6, дезмачах Half-Life, в третьем Quake и каком-нибудь NFS. Нишу портативных игровых мест, которые вы могли в тех клубах лицезреть, по мощности эта кроха способна занять без напряга. Кстати, по поводу NFS. Будучи внимательным зрителем этого канала, уверен, вы помните, каким образом относительно современные NFS в лице тех же андерграундов воспринимались ноутбуками 2005-2004 года, что сюда на смотр попадали. И если даже отбросить все маркетинговые заявления, что перед нами полноценный планшет, смирившись с тем, что по сути перед нами находится ноутбук, у которого обрезали половину железа и докинули сенсор на экран, результаты его производительности в первом андерграунде в десятки раз лучше того, что мы на тех самых ноутбуках наблюдали. 30 кадров здесь являются худшим результатом. Средняя же планка держится куда выше. Что автоматически возвышает вот этот вот HP Compact, как минимум над 10 ноутбуками того же года, что сейчас лежат в моей коллекции. Но даже здесь эпичная дискретная видяшка не перестает удивлять. Как стало известно, она имеет большинство шейдеров, необходимых для той или иной классики нулевых, соответственно позволяя в неё окунуться. И пусть картинка не всегда стабильная, а иногда даже рваная. Это в любом случае оставляет далеко позади ноутбуки, которые эти игры отказывались запускать в принципе. То же касается и игр, разработанных на весьма тяжёлых движках, особенно для портативного железа того времени. Вот, например, как себя ведёт второй постел на 800 и 600 и средних настройках графики. При этом постоянно удивляла скорость загрузки. Видите ли поголовно на всех моих ноутбуках начало и середину нулевых, второй постел при смене локации грузится приблизительно минуту. Здесь же лоадскрин пропадает на удивление быстро, что говорит о хорошем понимании игры хотя бы процессором, хотя местные кадры могли бы быть и повыше. Но так или иначе, на своём первом компьютере 2005-го я проходил её примерно с тем же фреймрейтом, так что смело могу заверить. Первое, он будет меняться в зависимости от сцены, которую мы видим, а второе, пройти второй постел так ещё как реально. Идём дальше и понимаем, что здесь с переменным успехом себя поиграть позволяет даже первый Far Cry. Учитывая все его трудности в общении с ноутбуками возраста этого планшета, можно смело заявлять, что здесь он идёт безупречно. Никаких светопредставлений и никаких жёстких тормозов с поводом и без. Само собой не без падений кадров, но какие предъявы за это можно кинуть вот этому вот девайсу, который весь ролик находится перед вами. И если вы олд, умеющий общаться с первым Far Cry в таком вот его виде, то уже прекрасно представляете себе ценность этого планшета, как минимум на текущий момент. А вот к чему во время общения с этим планшетом не был готов даже я, так это возможность поиграть на нём в третий дом. Минимальный процент ретро ноутбуков, начало и середина нулевых, которые ко мне попадают, его в принципе способны запустить. Блин, да у него на ноутах 2008-го с двухъядерным процом и 256-миговой дискретной видяхой то проблемы случались. Теперь взгляните на то, как он ведёт себя здесь. Конечно же на минималках по графике, но не разрешении. Графические возможности этого планшета позволяют на нём насладиться третьим думом на 800 и 600 разрешении. Опять же не без просадок, но критичными их назвать можно с натяжкой. Во всяком случае, если первый Far Cry не вызвал у вас эстетических проблем, здесь их точно не прибавится. Играть вполне возможно и я его здесь с удовольствием пробежал. Таким образом подтвердив эту возможность и сделал некий вывод в отношении этого планшета, который возможно вам покажется интересным. Он имеет неприятное свойство сильно перегреваться. Конечно же сам об этом он никак не сообщает, но когда его крохотный ноутбучный вентилятор начинает жужжать как осиный улей, вы волей-неволей обратите на это внимание. Да и к тому же при касании задняя пластиковая панель чуть ли не обжигает. Так что имейте в виду, что термические повреждения получить он в принципе может. Что же касается прочей игровой библиотеки начала, середины и иногда конца нулевых. На удивление огромное количество игр этого временного промежутка здесь заработают и даже будут проходимо способны. Местное пусть и небольшое, но дискретное видео еще как решает, да и процессор в эти игрушки вполне может. По большому счету ограничения, что будут накладываться на эту видеосистему, так это неспособность работать с третьими шейдерами и отсутствие поддержки DirectX выше 9. Хотя знаете, уже даже возможность задуматься на этот счет в отношении данного девайса возносит его настолько высоко, что 90% ноутбука в того же времени просто отходят покурить. Компактность, производительность и универсальность этого HP компака делают его одним из самых значимых девайсов, отражающих минувшую техно эпоху. Восстановив ему батарею, следовательно вернув мобильность, использовать его для повсегневных задач будет вполне возможно. Не для Full HD видео, конечно, и не для тяжелого интернета. Но если в вашей жизни по-прежнему юзаются олдовые ноуты нулевых, при наличии своей док-станции с клавиатурой, этот вот планшет стоил бы их всех вместе взятых. По крайней мере тех, в которых довелось покопаться мне. И которые вы здесь наблюдали. Именно это представляло себя планшетный компьютер середины нулевых. На удивление, результаты его работы оказались куда выше ожидаемых. В конце концов, от настолько миниатюрного железа, тем более того времени, уж точно ничего сверхъестественного ждать не следовало. Но, как вы заметили, все сверхъестественное к нам пришло само. Теперь же он является прекрасным экземпляром того, как могла развиваться в индустрии портативной планшетной компьютерной техники. Однако уже спустя пару лет рынок продиктовал условия, которые все конторы продолжают безукоризненно соблюдать. Сверхтонкость, никаких стилусов, никаких вентиляторов и несъемная начинка с отсутствующей возможностью какого-либо апгрейда. Таким образом, планшетная техника смогла обрести свой идеал. Ну а этот же девайс и подобный ему занимает свое почетное место в музее техноистории, которыми, глядя на то, как скакнул технопрогресс за минувший десяток лет, раз за разом появляется потребность поинтересоваться.